Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Ты представляешь, очень многие обманывают, думая, что Земфира выступает в ресторанах, а она всегда отказывается. Ребят, если бы вы знали за Земфиру, то ресторан и не ее фасончик, поверьте мне. Мне кажется, что люди дошли до такого уровня, когда они просто хотят отдыхать, не напрягаясь. Потому что, если брать, допустим, клубную индустрию, то сейчас в Москве очень много клубов переходит на формат баров. Таких европейских, американских баров, где ни к чему не обязывают. То есть тебе не обязательно стоять на танцполе, ты можешь вообще всю ночь простоять у барной стойки. В клубе это тяжело сделать, потому что вечная толкучка. Кто-то что-то от тебя хочет, вечно там зовут на танцпол потанцевать, диджей непонятную музыку играет, вроде хорошо, вроде плохо. А бар ни к чему не обязывающий. Мне кажется, с музыкой то же самое. Любой формат, брать то рок, хип-хоп, поп-музык, он обязывает. Хип-хоп обязывает тебя качаться, поп-музыка обязывает тебя сидеть на концерте Стаса Михайлова и смотреть это все. Рок тебя обязывает танцевать на танцполе в смысле сломиться или что-то такое, мне так кажется. А мыш-хоп он ни к чему не обязывает. Приходи, слушай. В любом случае за диджейский сет пару-тройку любимых песен ты услышишь. Другой человек услышит свои там три трека, которые там попадают в этот мыш-хоп. И каждый получает свое удовольствие. Слушай, скажи, пожалуйста, вы честно не скучаешь по работе с Бандерасом? Нет. Не совру, не скучаю. У меня очень много дел, прям по горло. Ребятам успехов, удачи. Я слышал, что у них все хорошо. Рома Пан, который меня заменил, он себя отлично чувствует, отлично себя проявил. Все у них хорошо. Дай бог им здоровья, дай бог фарты, дай бог побольше концертов. Скажи, пожалуйста, история с, не история, а новый клип, новая песня, дискотека аварии. Не планируешь больше ни с кем или все-таки остановишься на вот на этом? У нас очень много коллабораций будет сейчас. Я не буду называть имена, дабы не сглазить. Я человек достаточно суеверный в этом. Поверьте, будет очень много всего. Потому что я заметил, что на мейнстрим сцене, ну как бы все называют попсо, я в принципе предпочитаю говорить попсцена. Это немного разные вещи, попса и поп. Очень много групп хороших, но очень мало коллабораций, да, то есть вещей, которые показывают артисты с другой стороны. С дискотекой аварии, так же, как и с девочкой Ромади, мы показали с другой стороны батишку. То есть я, как сказать, разноплановый проект. То есть можно делать и рнб, и хип-хоп, и рок. Я планирую сделать очень жесткие рок-треки. То есть мне очень нравятся там тяжелые риффы, гитары. Я с детства хотел, ну с юности хотел записать что-нибудь в таком духе Ози Осборн и баста Раймс. У него была такая песня, да, Iron Man. Ну то есть как-то вот такие вот вещи. Надо развиваться. Мы просто, я заметил, что у нас хип-хоп, он очень зашоренный. То есть 30 лет хип-хопу в России, а он зашоренный. Он какой-то все в рамках. Что не хватает артистам российским для того, чтобы достичь западного уровня? Блин, да и самоирония элементарна. Все же такие серьезные, ребята. Ну все же не п***ься, каждый суслик агроном. Ну реально, очень серьезные артисты. Они же вот, слово им скажешь, так они в обиду лезут. И это плохо очень. Ирония должна быть. Заметьте, все самые крутые звезды в Америке, в Голливуде или музыканты, они же настолько самоироничные. Они могут выйти, и ты им скажешь что-то. Они скажут, да, я такой. Ну п***ь, как бы что, я миллионер, и меня весь мир знает. Ну да, Бейонси снималась, беременна, между прочим. Да, Джастин Тимберлейк в Лосинах вышел, станцевал сингл-леди, вы понимаете? А если бы я вышел в Лосинах, меня бы сразу назвали п***цом. Какие-то критерии, какие-то люди сами себе выдумали там, не знаю, рамки, шоры и все такое. Надо проще быть. Вся Европа уже перебесилась, Америка перебесилась. Все перебесились, только Россия почему-то крайне серьезно к себе относится. Очень серьезно. Ну, знаете как, вот допустим, из-за хип-хоп я скажу так. Меня реально раздражает, клянусь, раздражает, что у нас все рэперы плачут. Жизнь плохая, б***ь, дерьмо. Я сейчас покурю, меня расслабит, меня девочка бросила, то бросила. Это туда-сюда, это все хорошо, я сам через это прошел. Но, б***ь, вам к 30, ребят, вы все живете в хатах, у вас у всех тачки, у вас есть деньги, не надо ныть, ну не надо врать нам. Что за лицемерие? Говорите, что вы достигли чего-то, подтягивайте молодых, а у вас молодые, слушая вас, идут и ширяются потом. Вот к чему это все приводит. 15-летний ребенок не понимает, когда ему читают, что типа варить винт и ширяться в подъезде это плохо. Он понимает, что это круто, потому что я буду как какой-то исполнитель, который это читает. Пережил это? Нет, я не по тяжелым наркотикам, вот, глядя вам в глаза, опять-таки, я не употреблял тяжелые наркотики. Ни разу в жизни не употребил и не хочу, у меня вообще желания нет. На нашей сцене, кого ты на самом деле, помимо Стаса Земфиры и Григория Лепса, вот реально вот так вот можешь сказать, что да, это настоящий артист, да, это настоящий певец. Я лупачу. Нет, я могу сказать точно, я могу 100% сказать, что настоящий артист Вася Бастер. Это настоящий артист, бля, это машина. Человек-машина. Влади, группа Каста. Из Рэм Дига. А поп-артистов? Есть такие общения или они все такие? Из поп-артистов. Квест Пистолс. Квест Пистолс сумасшедший. Это настоящие фрики. И если бы ребята пели на английском языке, они были бы номер один. Я клянусь, это настоящие фрики, они крутые. Вот мне нравится. Кто еще? Девочка Ромади. При условии, что я с ней поработал, реально дай бог ей все удачи, чтобы она выстрелила, потому что реально человек делает от души. Почему не называешь дискотек-аварию? Ты же с ними. Скотека-авария, господи, ребят, это папа. Они, по-моему, на сцене, мы отмечали юбилей, я не помню, то ли 20, то ли 25 лет. Ну, за 20, но в смысле, это же отцы. Это люди, вот знаете, вы можете относиться к ним как угодно. Я был на их концертах живых. Мы с ними... Варенье. Ты был, нет, в Москве? Да, нет, варенье не было. Варенье, они отмечали юбилей, плюс не детское время, выпускали альбом. Батюшки мои, что всем бы так двигаться в их возрасте, не употребляя наркотиков. Ребята, это сумасшествие. Это старики, которые дают такого джазу. Я вот так всел. Я в 28 выдыхаюсь, а там им уже сколько лет-то прибавилось. Я вау, круто. Главное во всем профессионализм. Нельзя... Главная проблема русских артистов. Они любят себя на сцене. Надо любить сцену в себе. Я даю это интервью после 12-летнего прохождения, чтобы дойти сюда в полуплаг. Понимаете, 12 лет — это очень большой срок. А многие хотят все и сразу. Не бывает такого. Ты получишь сразу, и сразу же у тебя это отберут, и будет это так неожиданно, что вы же и обломаетесь. Идите постепенно, развивайте себя, учитесь, тренируйтесь, развивайте свой дух. Вот что нужно. И оставьте после себя что-нибудь, чтобы, допустим, там за Васю Пупкина реально через 30 лет сказали, а Вася Пупкин молодец, Вася Пупкин сделал. Ребят, на самом деле скажу вам так. Ничего не бойтесь и идите к своей цели. Да хер кладите на всех, кто вам говорит что-то в спину. Если вы увидели впереди цель, если у вас есть мотивация, ебошьте до конца. Делайте до конца, потому что это важно. Это и есть пацанское. Делать до конца. Не останавливайтесь, не включайте заднего. Либо не делайте. Вот так. Сказала, делай. Работайте. Потому что все возможно. Я живой пример человека, который приехал в Москву. И поверьте мне, из таких прям. Вы бы оттуда вообще. Вот, делайте. Потому что все возможно. Я живой. Вот я стою. Так что так. Без продюсеров, без каких-то там вложений, ни через постель. Просто рвете руками, зубами, да как угодно. Вот и все. И дай бог вам терпения. Потому что это очень тяжелый путь и в спорте, и в музыке, и в любой творческой структуре. Проще всего пойти в офис, работать менеджером, дослужиться в 40 лет до топ-менеджера и сказать, вот я получаю там свою копеечку. И намного тяжелее пойти другим путем, показывать людям, кто вы есть, чтобы люди потом за вас сказали. Этот человек, которого мы слышали, реально крутой. И он говорил хорошие вещи, которые немножечко, но поменяли мою жизнь. Будьте такими, стремитесь к этому. Меня по-прежнему зовут Батишта. Это Клуб ЛАД. Поздравляю всех вас с наступающим 9 мая. Если вдруг нас смотрят ветераны, спасибо вам огромное, что вы прошли этот путь. И спасли нашу страну от фрицев, от подонков. Спасибо вам, ваш Батишта. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok